Круп 38D Но к каму, ребят, это не имеет отношения конкретно к данной машине. Данный камуфляж, он просто есть в игре, он не связан конкретно с крупом, просто именно этот камуфляж положили в набор и мог здесь быть любой другой камуфляж. Что касается оборудования открытого, то на пятом уровне оно не такое уж и дорогое, и в целом вы немного потратите серебра, ну где-то 3-4 катки на годной фармящей машине восьмого уровня, и в принципе вы окупите полностью все потраченное серебро, а может даже еще и в плюс выйдете. Что касается X5 в количестве 10 штук, здесь уже интереснее, потому что на все машины, ну и если вы катаете какую-то ветку, которую хотите пройти быстрее, допустим WZ-55, которая сейчас появилась в новом обновлении, да, интересно звучит, неправильно, наверное, слова подобрал. Короче говоря, в обновлении 10.0 вышла новая ветка, если вы ее качаете, то понятное дело, что X5 вам в этом помогут. Вот такой вот он наборчик, что касается самого крупа, машина очень-очень нестандартная. Почему? Дело в том, что все средние танки, как правило, побольше, ребят, будут размерами. И вот когда ты катаешься на вот этом малыше, у тебя такое ощущение, что ты катаешься на чем-нибудь маленьком, ну типа Леопарда пятого уровня, и ты ожидаешь от него вот такой вот динамики, вот такого геймплея, а он вам этого не предоставит однозначно. Что касается характеристик, я характеристики покажу только по орудию, потому что все остальное будем заценивать в бою, да, и плюс к тому, ребят, если вдруг интересует честный обзор в формате моего канала, то вот ссылочка на видео сверху, плюс добавлю ссылочку в описании. Поэтому заходите, смотрите дополнительное видео, абсолютно честный обзор, за ценом брони, ТТХ, сравнение с другими машинами, в общем, все, что я привык называть честным обзором, ну и плюс посмотрите там дополнительные катки. Время сведения, разброс. Я не буду комментировать в бою, посмотрим, заблаговременно скажу, что действительно комфортно, действительно нормально. Что касается урона, в целом, он неплохой в минуту, ребят, но все-таки время перезарядки мне очень-очень сильно мешает. Мне бы хотелось, чтобы оно было поменьше, и чтобы это время перезарядки было там в районе 6 секунд, еще хоть как-то. А так, честно говоря, долговато. Хотя, с другой стороны, альфа в 160, вполне приемлемая для пятого уровня, что касается бронепробития в 110. Да, пускай его не хватает периодически против шестерок некоторых, допустим, тяжей, но есть подкалиберные. Вот как есть, так и есть. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 8, вполне комфортно, вполне играбельно. Ну что, обсудить обсудили, поехали. Будем пытаться попасть в бой, а параллельно с этим, друзья мои, я приглашаю всех вас на свои стримы, которые будут в ближайшее время проходить довольно-таки часто. Ну, я имею в виду в разрезе моего канала часто. Дело в том, что есть такие авторы, которые стримят каждый день по 8 часов. Я к ним не отношусь, но стримчики я буду проводить чаще, чем проводил раньше, не только по субботам или по воскресеньям. Это первое. Второе, я буду проводить свои прямые трансляции не только на YouTube, но и буду пытаться покорить Трова. Дело в том, что на YouTube монетизация за просмотр вами моих прямых трансляций не такая уж и большая, ну а точнее она практически никакая, ее там нет. А вот Трова обещает вроде бы как дополнительные заработки, что помогло бы мне развивать свое начинание, развивать канал. Поэтому, если вы готовы поддержать канал, но не имеете возможности кидать донаты живыми деньгами, приходите на Трова, соответственно, регистрируйтесь там, как регистрировались на YouTube. Регистрация занимает мной проверено не более трех минут. Ну и дальше смотрите мои прямые трансляции через Трова, таким образом помогая мне на этом хоть что-нибудь зарабатывать. Спасибо вам большое за благовременно, за то, что придете, посмотрите, составите мне компанию, там же пообщаемся и покатаем. Ну что, что по поводу Крупа. Очень, очень странная машина. Я не могу сказать, что я не получаю удовольствие от игры на данном танке. Удовольствие я получаю. Проблема в другом. Проблема, как я говорил, в том, что машина по размерам очень сильно напоминает легкий танк. И ты реально ждешь от него динамики, маневренности, поворотливости, именно как от легкого танка. Но, как вы видите, передвигается он как типичный средний танк. И если помнить о том, что это все-таки средняк, а не СТ-шка, простите, а не ЛТ-шка, то, понятное дело, что все его характеристики в отношении динамики, они вполне нормальные, вполне аргументированные и такие, какими они действительно должны быть. А вот то, что ты ожидаешь от него чего-то большего, вот здесь уже вопрос более сложный. И мне это очень часто мешает. Что касается орудия. Орудие классное, орудие точное. Оно нормально сводится, довольно быстро. Ты не имеешь каких-то там прямых претензий к точности, к времени полета снаряда и подобным вещам. Но, друзья мои, вот это время перезарядки, оно действительно делает тебе постоянно неприятно. Что касается альфы. Здесь не очень, конечно, все будет классно сейчас, допустим, добрали Хедзера, слава богу. Почему я говорю слава богу? Потому что я бы Хедзера с одного выстрела не добрал. Хоть и средняя стоит 160, но, как правило, почему-то в моих боях машина выдает, точнее не машина, а ее орудие, выдает меньшее количество альфы, на которое ты рассчитываешь. То есть сейчас высокой долей вероятности у меня было бы там где-то в районе 156-158 урона, который я бы закинул по Хедзеру. Ну и, соответственно, Хедзера я бы не добрал, а он бы в меня кинул. Едь сюда. Отправляйся в ангар. Ну а сейчас ко мне спустится Гаргулия, скорее всего. Я бы на ее месте спустился. Зря она это не делает. ДВ-2. Неприятно. А вот и Гаргулия. Да что ж ты такая трусливая? Ты меня 40 раз уже добрала, но не хочешь этим заниматься принципиально. Ну, наконец-то спустилась, когда поняла, что действительно ничего не угрожает. Ладно. Давайте будем говорить откровенно. Пробивается машина очень легко. Несмотря на то, что это средние танки, вроде бы по толщине брони, он забронирован так, как ПЗ-54 или подобные машины, то отыгрывается данная броня абсолютно не так же, как у этих машин. Ну вот такая вот странность. Что есть, то есть. Понятное дело, что в корму пробивать будут все, прям кому не лень. Периодически какие-то рикошеты, безусловно, будут и они бывают, но не так уж и часто, как хотелось бы. Ну, а вот что касается, ребят, результативности машины, то сейчас досмотрим бой, посмотрим, что у меня получилось сделать. Я практически ничего не делал в бою, в основном разговаривал с вами, что мне очень приятно. Но в то же время уж что-нибудь я набросал и посмотрим с вами, что нам за это дадут. У нас победа. Это очень хорошо. Ребята молодцы, классно справились. Обязательно сейчас лайканем тех, которые находятся на первых местах. Да, наверное, даже в обоих командах я люблю лайкать даже своих соперников, особенно если они годные соперники. Годный соперник достоин уважения в любом случае. Что касается урона, всего лишь 724 единицы. Зато сделал два фрага и этим явно помог команде одержать победу. Минусование стволов тоже, ребят, дело очень правильное. Не гоняйтесь за уроном, гоняйтесь за тем, чтобы быть полезным своей команде. Что касается результативности. Второе место в команде. Да, обалденно отыграла наша ПТХа. Ну и что касается нашего соперника на первом месте, его тоже обязательно лайканем. А вот что касается нашей доходности, ребят, то с учетом того, что у меня есть прем-аккаунт активированный, здесь у нас получается 34740. Ну, будем говорить 34700. Я считаю, что за такой бой, в принципе, данный фарм довольно-таки неплохой. Единственное, что, ребят, сейчас мы переключим вот так вот. У меня хоть и есть пресс-аккаунт, на котором достаточное количество золота, но жабка меня продолжает давить. И несмотря на то количество золота и серебра, которое у меня есть, я все равно по привычке продолжаю экономить, как я это делал 8 лет. И на своих аккаунтах личных, на основном аккаунте и на своих твинках я занимаюсь тем же самым. И поскольку я знаю цену каждой золотой монеты в этой игре, поскольку я собираю это золото, просматривая видео точно так же, как и вы, я фармлю серебро с помощью бустеров. Ну, короче говоря, получаю золото из тех же источников, из которых получаете и вы данное голодишком. Я никогда не посоветую вам приобрести себе что-либо, что потенциально может вас расстроить. И это кардинально отличает меня от многих других авторов, которым, ну, в принципе, плевать на то, что они вам посоветуют. Я несколько раз натыкался на проблему, когда приобретал в свое время себе какую-то технику по рекомендациям и по слюнав захлеб от автора по поводу, какая крутая машина и как она классно нагибает. И да, в его руках она действительно смотрелась вроде бы неплохо. Тогда я еще не сильно заморачивался над тем, что видео можно нарезать, что можно снимать 50-40 дублей, а из них выбрать самые лучшие. Ну, короче говоря, приобретал себе премиумные машины за кровную голду и потом очень сильно расстраивался. Ну, а понятное дело, что авторам этих каналов было до этого... Ну, ладно, точнее, было совсем не до этого, им было абсолютно безразлично о том, расстроился я или нет. Не хватает для того, чтобы пробить шестерку, но если включите голду, то здесь все становится бодрее, все становится нормально, сейчас просто в каток ему попал, здесь уже ничего удивительного. Ну, едь сюда, да, я тебе хоть какой-то урон закину в конце-то концов, то совсем обидно становится. Вообще, ребят, если понять Крупа, если привыкнуть к его метлительности, если понять, что его необходимо отыгрывать осторожно вместе со своей командой, и тогда вы будете иметь результаты, ну, тогда, в принципе, ребят, вы будете получать удовольствие от боев, вы будете делать результаты. Да, пускай эта машина однозначно не для статистов, статисты, в принципе, на пятом левеле не особо катаются. Но, как машина для периодического выкатывания из ангара, он довольно неплохой. Стоит ли на нем останавливаться, стоит ли выбирать именно его, как основную машину для фарма, допустим, или чего-то подобного, однозначно нет. Он на это не способен и навряд ли будет давать вам все то, на что вы рассчитываете, или то, чего бы вы хотели. Так. Шкода, давай мы в тебя немножко понабрасываем. Сейчас Шкода сделает мне немножко, походу, больно. На удивление. Скорее всего, Басотто спугнул. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, жадность, 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 жадность. Так, подъезжаем чуть-чуть ближе. Сейчас отхватим. Нет? Нет, не отхватим. Ну вот так вот, как-то аккуратненько их необходимо отыгрывать данную машину. Опять-таки, сейчас посмотрим на результаты. В целом, Круп играется ровно от боя к бою, если ты привыкаешь играть не торопясь. Если ты никуда не летишь, если ты не зарываешься, по одной простой причине, потому что сдать назад у тебя особо возможности не будет. 680 единиц нанесенного урона, один уничтоженный соперник, плюс-минус какие-то позитивные эмоции, хотя я больше был сосредоточен на то, чтобы повествованием заниматься, а не играть. 22 600 абсолютно не напрягаясь. И в целом, я не могу сказать, что данная машина для фарма, но в минусе она вас оставлять однозначно не будет. Что касается, ребята, результата по команде, то я вот здесь вот. И я бы не сказал, что на Крупе у вас получится делать какие-то там прям совсем мега-результаты. Да, периодически бывало такое, ребят, что я вывозил и по 2500 урона, и в районе двух довольно часто вывозится. Но когда вот прям совсем никак, то в любом случае где-то своих там 700-800 урона вы на своем пятом уровне вывозить будете. Много или мало, здесь уже решать вам. Как я сказал, я не статист, я не гоняюсь за статистикой абсолютно, на статистику мне ровно. Мне главное, чтобы машина доставляла удовольствие. И Круп это удовольствие мне периодически доставляет. Стоит ли за это заплатить 2000 золота? Это уже вопрос действительно очень большой. Потому что в целом, ребят, за, допустим, там 2500 можно, допустим, взять себе, ну не знаю, ту же самую ПЗ-54. Не помню точный ценник, за сколько ее продавали, но где-то в этих пределах. По-моему, 2400 она стоит напрямую в ветке исследования. Поэтому в целом, ребят, если сравнивать, допустим, с ПЗ-54, и вы хотите себе машину пятого уровня, средний танк, который будет нормально, приемлемо играться, то лучше доплатите чуть-чуть голды. Да, пускай и без такого жирного набора. Я имею ввиду Х5 в количестве 10 штук. Но возьмите себе, допустим, ту же самую ПЗ-54. Если именно танчик интересует. А так, в целом, за 2000 самое вкусное, то, что здесь есть, как я говорил, это действительно вот эти вот Х5 в количестве 10 штук. Все остальное здесь, в принципе, ну стандартно. Слот в ангаре 250 золота стоит. Оборудка не такая уж и дорогая, как я говорил. Круп играбельный, прикольный, но не настолько прям фановый, чтобы прям на все 100%. Ну, а камо не является абсолютно подвязанным каким-то к крупу 38. И, в принципе, данные камо вы можете получить себе из каких-то сундуков и одеть на любую другую машину. Ну, вплоть до той же самой ПЗ-54 или кого-либо другого. Вот такой вот он Круп 38Д. Покупать или не покупать, как обычно, решать вам. Мое дело показать машину такой, какая она есть. Руками не статиста, у которого честный процент побед где-то в районе 55. Вот такая вот она правда про Круп 38Д. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. Жду вас на стримах. И заходите на мой дискорд. Ссылочку найдете в описании. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.